Красный, желтый и зеленый – это комбинация цветов, знакома каждому. Сегодня Международный день светофора. Сотрудники госавтоинспекции решили провести этот день с пользой для юных пешеходов. Подробности у Руслана Джабкаева. В 1930 году в России появился первый светофор. Тогда к нему отнеслись с непониманием и с подозрением. И спустя почти 100 лет светофор стал неотъемлемой частью современного мира. Сегодня сложно представить наш привычный образ жизни без светофора. Каждый день мы, переходя дорогу, видим это устройство, призванное обеспечить безопасность на дорогах общего пользования. И в Международный день светофора сотрудники госавтоинспекции совместно с депутатами парламента провели одноименную акцию. Мероприятие направлено на то, чтобы напомнить детям о правилах дорожного движения, о том, как нужно пользоваться сигналами светофора, применять их в практической практике в жизни при пересечении проезжих частей. Ну и кроме того, мы напомним о других правилах дорожного движения, которые они давно, так сказать, нужно не изучали. В связи с тем, что сложившаяся обстановка в стране не позволяла им посещать образовательные учреждения, и профилактическая работа, направленная на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, не проводилась в полной мере. Полицейские вместе с ребятами из кваза ГИБДД 11-го лицея в игровой форме рассказали о правилах дорожного движения юным отдыхающим городского парка. Отличившихся в знаниях ПДД ждали приятные подарки. В этом возрасте дети мы запоминаем больше, нам интереснее. Более взрослые, им не интересно, они не хотят слушать это. Детям интересно, они это быстро запоминают. Что бы ты хотел посоветовать своим сверстникам, которые еще не изучили правила дорожного движения? Учить правила дорожного движения, естественно, их соблюдать. На территории Карачаева-Черкесии проводится много мероприятий для обустройства дорог и пешеходных переходов. Но все это, несомненно, должно подкрепляться знаниями правил дорожного движения. Наше подрастающее поколение должно уметь правильно переходить дорогу. Они должны уметь как самостоятельно это делать, так и помогать своим младшим братикам, сестричкам. Понимать, что если их с противоположной дороги зовет мама или тетя, то не нужно, несмотря бежать через дорогу, нужно обязательно оглядеться и соблюдать все правила неукоснительные для того, чтобы сохранить свою жизнь, здоровье. Во время мероприятия дети и их родители наглядно увидели ошибки, которые допускают пешеходы и обещали проводить больше времени с изучением правил дорожного движения. Руслан Жукаев, Али Бастанов. Вести Карачаева, Черкесия.